В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Эпидемиологическое расследование. Пятеро жителей села Кокамахи Карабудахкенского района госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. В Дагестане установили бюст Амитхана Султана. Скульптуру презентовали в селе Новокули на Валахском районе. Компьютерные клавиши как искусство. Первая галерея представила новый проект известного дагестанского художника Закария Закаряева «Трэш Ток». Пятеро жителей села Кокамахи Карабудахкенского района госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. По информации Минздрава Республики, заражение произошло при убое и разделывании мяса домашнего крупного рогатого скота. Специалисты ведомства просят жителей быть внимательными к состоянию своего здоровья и незамедлительно обращаться к врачам при проявлении симптомов сибирской язвы. Ситуация находится на контроле главы регионального Минздрава Джамалудзина Гаджи Ибрагимова. Он посетил больных. По факту проводится эпидемиологическое расследование. В Дагестане установили бюст Амитхана Султана. Скульптуру, посвященную дважды Герою Советского Союза, заслуженному летчику-испытателю Амитхану Султану, презентовали в селении Новокулии Новолагского района. Торжественное мероприятие посетил в Рио главы республики Сергей Меликов. Хадижа Курбанова расскажет подробнее. Этот высокий бюст великого героя теперь будет украшать двор Новокулинской средней школы номер 2. Для села это почетно, отрадно и приятно, утверждают собравшиеся в один голос. Место для установки скульптуры выбрано не случайно. Школа носит имя дважды Героя Советского Союза, летчика-испытателя Амитхана Султана. Амитхан действительно очень великий герой. И я очень рада, что именно у нас в селе проходит такое ответственное мероприятие. Мы очень долго, тщательно готовились и надеюсь, все пройдет хорошо. Ну, я думаю, что Амитхан Султан был достоин этого памятника. Он был честным, добрым. Все эти люди собрались не просто так. Значит, он был этого достоин. Торжественное мероприятие посетил и в Рио главы республики Дагестан Сергей Меликов. По его словам, Амитхан Султан стал воплощением мужества и самопожертвования ради спасения Отечества. За свою короткую жизнь молодой герой совершил немало подвигов. Лично сбил 30 самолетов противника, всего провел в небе более 4000 часов, совершил 603 боевых вылета. Подметил он и связь между бойцом современности Хабибом Нурмагомедовым и героем минувших лет Амитханом Султаном. Именно такие люди являются воплощением мужества и героического духа нашего народа. И вчера мы были свидетелями еще одной победы. Наш с вами земляк Хабиб победил в очередном поединке. Мне кажется, здесь есть прямая связь тех людей, которые являются настоящими бойцами и настоящими патриотами нашей республики. Среди собравшихся глава Новолокского района местные жители и родственники трагически погибшего героя. Для последних установка бюста особенно важна. По словам родственников погибшего, Амитхан Султан является для них не только героем, но и символом дружбы народов. В нашей семье всегда говорили о личности нашего известного земляка, нашего родственника Амитхан Султана. Нас учили быть похожи на него. Мой отец носит имя Амитхан Султана. Поэтому, безусловно, мы очень горды, что у нас такой православленный родственник. Мы очень горды, что этот человек объединяет не только с Камадагистанской народы, но и народы крымских татар. Как уже здесь прозвучало, на самом деле славы у этого человека хватит на всю Россию. Мой дед и Амитхан, они лежат рядом на одном кладбище в Москве. Мне вот уже 50 лет. 50 лет каждый год, 9 мая, мы всей семьей приходим на могилу к нашему деду. И потом проходим всегда мимо могилы Амитхана, возлагаем цветы. В завершении мероприятия в Рио главы Республики Дагестана осмотрел Новокулинскую среднюю школу номер 2. Она построена здесь в 2012 году и названа в честь легендарного летчика как вечная память о безграничном героизме Амитхана Султана. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Новолагский район. На этом рабочая поездка в Новолагский район в Рио главы Дагестана не закончилась. Далее делегация посетила общественные территории района. Сергей Меликов осмотрел строящиеся и функционирующие соцобъекты. В частности, он ознакомился с ходом строительства парка «Патриот» в селении Новокули. Его строят в рамках программы «Комфортная городская среда». Реализация ведется как за счет федерального и республиканского бюджетов, так и за счет софинансирования муниципального района и поселений. Все дополнительные работы, по словам главы района, в том числе возведение в одном из парков фонтана и расширение территорий, выполняются за счет спонсоров и меценатов. Этот парк, не только мы в него вкладывали деньги, но чтобы он тоже обратную какую-то давал возможность людям заработать. Если они вложились сюда, ну пусть они заработают. Почему нет-то? Это бизнес, это президент об этом говорит, о том, что нужно поддерживать малое и среднее предпринимательство. Парк в скором времени появится и в селении Навалак. Это административный центр района. Площадь строительного объекта 9500 квадратных метров. Глава муниципалитета обещает, что скоро здесь будут созданы все условия для активных прогулок с детьми и занятий спортом. Исторический парк «Россия. Моя история» открыла экспозицию памяти героя Советского Союза Амитхана Султана. Посетители музея смогут окунуться в атмосферу военного времени, увидеть документы и книги, раскрыть новые грани личности нашего земляка, а также рассмотреть боевую экипировку летчиков времен Советского Союза. Отметим, что Амитхану Султану в этом году исполнилось бы 100 лет. Он налетал в общей сложности более 4000 часов, освоил и испытал около 100 типов летательных аппаратов. Был награжден двумя звездами Героя Советского Союза, множеством орденов и медалей. Амитхан трагически погиб в 1971 году в очередном испытательном полете. Компьютерные клавиши как искусство. Первая галерея представила новый проект известного дагестанского художника Закарея Закарьяева «Трэш-Ток». Все скульптуры изготовлены из пенопласта и обшиты самыми немыслимыми по размеру, цвету и форме клавишами. На выставке побывала и моя коллега Патиман Ханапова ей слово. Клавиша, клавиши так и рождается аллегория жизни современного человека. А все герои выставки – это интернет-пользователи. Представлены клавиатурные образы в самых разных ипостасиях. Здесь есть отсылки на известных всем нам так называемых кнопочных героев и на людей, зависимых от соцсетей и на многих других персонажей из глобальной сети. Художник не вступает моралистам или каким-то таким указателям. Он, художник, скорее всего, обозначает проблемы, которые у нас в среде возникают. И он больше, наверное, дает зрителю подумать над какой-то проблемой, оставаясь при этом нейтральным. На эти работы ушло более полутора тысяч клавиатур. Мир собирал художник по всему миру. Красные клавиши – самые редкие. Их Закаря привозил из Баку, а желтенькие – из прошлого, от старых советских компьютеров. Работы поражают своей точностью и деталями даже современных детей, которых, казалось бы, трудно удивить. Сколько труда в нее было вложено, сколько вот этих вот клавиатур, тонких вот таких вот деталей и еще, и еще это лицо. Вот как думаете, сколько времени такого надо было делать? Это же ювелирным надо было быть, чтобы создать в точности такое. И что я заметил, в клавиатуре нет ни одной лишней кнопки. Они все нужны, просто идеально подходят, они дополняют друг друга. И в конечном итоге они себя заполняют. Там не остается какой-то недосказанности. На выставке представлено 78 скульптур. Все объекты сделаны из вторичного материала. Ни одна работоспособная клавиатура не пострадала, смеется художник. Посмотреть на инсталляции из клавиш может любой желающий. Выставка продлится до 25 ноября. Проходит она в здании дагестанского филиала «Русгидро» в Каспийске. Патимат Ханапова, Муцар Сладгиреев, Новости ННТ, Каспийск. Активисты общественного народного фронта уже несколько лет подряд проверяют состояние дорог рядом с образовательными учреждениями. На этот раз инспектировали маршруты к школам в Буйнакске. Подробнее расскажет моя коллега Алина Багилова. Мы отреагировали мгновенно на ваше письмо и обратились в город. Город также мгновенно отреагировал, нам дал ответ. И помимо этого сам мэр, заместитель сюда приехали, чтобы вам объяснить. Жители Буйнакска с 2013 года просили заасфальтировать им дороги по улице Фрунзе, обращаясь в разные инстанции. По их словам, школьникам приходится идти прямо по проезжей части. Тротуаров нет ни с одной, ни с другой стороны. А дороги в непогоду смывают дождем. К акции активно подключился и глава муниципалитета, который вместе с активистами ОНФ проинспектировал улицу, нуждающуюся в реконструкции, и пообщался с жителями. Местная администрация уверила, что проблема будет решена в течение года. Это крупная артерия, которая у нас прилетческая, которая на этой улице находится, детский садик, социальные объекты, школа. Мы его обязательно поставим, его будут полностью реконструировать. Она будет в таком виде, как она должна выглядеть в современном городе. Дорога в школу – традиционная акция, которую Народный фронт проводит в преддверии нового учебного года уже шесть лет подряд. Активисты ОНФ совместно с органами власти в регионах исследуют маршруты, которыми дети ежедневно ходят в школы, чтобы выявить опасные участки и оперативно их устранить. Общероссийский Народный фронт не оставляет без внимания. Но нам приходится иногда неоднократно обращаться в разные ведомства, администрации по одному и тому же вопросу. Иногда это длится и полгода, и год, но мы все равно добиваемся своего, и результат он бывает. Алина Багилова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ «Буйнакск». Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова